Ты знаешь, может быть, если продолжить мою мысль, во всяком случае, аравот – это одно из четырех растений, то есть это ива, если я не ошибаюсь по-русски. Потому что мы берем четыре вида растений, у нас там есть символом сердца и потому праведников, подобный лимону и трог, у нас есть пальмовая ветка, которая символ позвоночника и потому добрых дел. Есть люди, которые, может быть, не такие, так сказать, большие мудрецы, но они делают добрые дела, вот о них идет речь. И у тебя есть люди, которые учатся мудрости, и это хадас, это четвертое растение по листу, который напоминает глаз, по форме глаза. А вот орава ива, мудрецы видят в этом намек на силу слова и, в частности, на, может быть, разрушительную силу слова, когда эта сила направлена на всякие сплетни, на то, чтобы людей ссорить, то есть злословие, это сила злословия. Поэтому, когда мы берем вот эту вот именно ораву, которая символ, так сказать, наиболее слабого звена и бьем его, эти пять веточек по полу, то, может быть, символ здесь того, что что-то надо искоренить в себе, что на самом-то деле это все в нас. И поэтому человек должен выйти после этого дня сюда очищенным, улучшенным, он должен стать лучшей у достоицы Иерусалима, в смысле внутренняя работа над собой. Потому что легко представить себе, а, вот этих негодяев, египтян, которые бежали за евреями, они утонули, поэтому я беру их и я их бью. Но здесь внутренний вопрос. В каждом из нас тоже сокрыт фараон упрямый. В каждом из нас, так сказать, есть какие-то слабости. И вот, в конце концов, после Рошашаны, Йом-Кипура и праздника Суккот, наконец, искоренить свои недостатки. Окей, это все хорошо. Это и есть путь в Иерусалим, может быть? Может быть, это и есть путь в Иерусалим? Хорошо. Я тебе скажу, что, в принципе, что я запомнил, что для меня произвело огромное впечатление. Мой учитель, мой учитель сказал мне следующее. У него во дворе растет ива. И он срезает сам эту иву на Суккот. Ива – это сорняк. Она не просто какое-то растение, которое что-то дает. Она – сорняк. Она растет само по себе. Он сказал следующее. Что этот сорняк, если он растет у тебя во дворе или где-то рядом, он может только разрастаться рядом с праведником. То есть это в каком-то плане – это знак, что у человека, у которого есть сорняки, он праведник. Кроме всего прочего, ива всегда склоняется к воде. Она растет у воды и склоняется к воде. В Суккот – это праздник воды. Поэтому ива становится одной из самых больших символов праздника. То есть если мы вернем сорняк, как ты правильно сказал, мы бьем его об землю. И с одной стороны мы говорим, окей, мы сейчас себя очищаем, вот так нас Всевышний уже побил, все, хватит. Окей? Мы идем в новую систему, мы идем в новую жизнь. Нас побили, нас простили, мы идем дальше. И мы растем у воды. Вода – это тора. Вода – это… Что мы имеем в виду под торой, что это вода? Вот это очень интересно. Мы говорим, тора – это вода. Вода – это жизнь. Человек не может быть, не может жить без воды. Он не может быть без воздуха, он не может быть без воды. Тора – это вода, она дает нам жизнь. То есть Всевышний нам дает жизнь. Не тора на самом деле дает жизнь. Это все ступеньки, ступеньки к понятию, что Бог нами руководил. Поэтому мы растем у воды. Мы склоняемся к воде. Поэтому мы бьем оровод для того, чтобы избавиться от старого и питаться новым. Поэтому мы делаем севанхакафот. Севахакафот. Чтобы и Сидур говорит в память о Ириху, что стены упали. Да, все. Вот эти стены, которыми мы себя окружили до этого, они падают. Короче, мы пытаемся выйти. Мы пытаемся… Вот то, что мы сидим в суке и ничего не делаем, и независимо, мы пытаемся сохранить в новую жизнь. Что тебе еще сказать про Иерусалим? В городе хорошая погода. Смотри, да. Во-первых, ты интересно сказал про Иериху. Иериху. На самом деле, ведь Иериху обходили и дули в шуфар. И это дуйня в шуфар по-русски называется «Ерихонская труба». На самом-то деле, мы знали выражение Иериху, с которым просто не слышали ее звуков. А здесь, как в Роша-Шану, так же, когда мы обходим в Гушан-Арабу, ведь тоже мы дуем в шуфар каждый день, каждый семь раз. Но мне показалось, ты знаешь, какой главной внутренней, может быть, работой вот этого дня Гушан-Арабы? Я хочу процитировать Левицека из Бердичева. Великого праведника, который прославился любовью к народу Израиля. И он даже Всевышнего вызывал на суд и говорил, посмотри, как этот народ страдает, как ты это допускаешь. Известный был человек, свою любовь к Израилю. Так вот он сказал интересную вещь. Он говорит, посмотрите, в дни суда мы произносим слова исповеди, видуи, и перечисляем свои грехи. А потом, после Роша-Шаней, мы идем к водоему и берем крошки хлеба и совершаем такой ритуал Ташиха. Мы бросаем наши грехи и как будто становимся новыми людьми в емкий пол. А потом, на праздник Суккот, мы делаем такой праздник Симхат-Бейто-Шива, радость. Вот подобное Гушан-Арабе, обычно это делается в пришествии Гушан-Арабе, когда возносили воду на алтарь храма и радовались, танцевали и бросали факелы в воздух. И это все потому, говорил Рэбб из Бердичева, Левицик из Бердичева. Он говорил, это все потому, что когда мы делаем раскаяние от любви, то тогда наши слабости становятся нашими достоинствами. Наши самые большие слабости, они становятся нашими самыми большими достоинствами, потому что наши страсти, наши желания, мы учимся направлять на добро. И поэтому на этот раз мы с желанием, с энтузиазмом направляем всю свою природу, всю свою суть. Поэтому мы как бы возвращаемся мысленно к тому месту, в котором мы выбросили наши грехи. И теперь оттуда высасумаем бы сосон и возвращаем эту воду с радостью. Может быть, в этом смысл, кстати, Гушан-Арабы, что ведь задача не поломать эту иву, а немножко ее направить. Может быть. Все может быть. Скажи мне, Илья, до того, как мы поговорим об Иерусалиме все-таки, я бы хотел тебя спросить. Многие наши зрители, возможно, видят тебя в первый раз. И вот им кажется, наверное, ты родился в такой религиозной какой-то семье в Ленинграде, подпольной, может быть. Когда приехал сюда, учился в Ешиве, и ты говоришь сейчас о том, что ты ходишь в Менян, ходишь в синагогу, молишься. Если вот в нескольких словах, как это произошло? Как эта трансформация вообще стала возможной? Меня взяли, побили чуть-чуть по земле. Я сбросил кое-какие листочки и понял, что мне надо идти к воде. Кстати, я должен сказать, интересная, между прочим, ассоциация, интересный символ, потому что очень часто по жизни так оно и бывает. Конечно. Конечно. Я уехал, когда мне исполнилось 25 лет. Я не был религиозным. Я приехал в Америку, сделал приз с Любавичами в 25 лет. Мама мне сказала, что я сумасшедший идиот. Ну, я, наверное, был сумасшедшим идиотом. Она была, наверное, в какой-то степени права. Но для меня, когда я уехал, для меня то, что меня стали называть русским, мне было как нож в сердце. Потому что там меня пили за то, что я еврей. Не принимали в университет за то, что я еврей. А тут я уехал, и мне говорят, ты русский. Ну, конечно, сейчас я говорю, я русский. Окей. Но я русский еврей. Поэтому я сразу пошел делать себе бриз. Потому что я не представал себя без наследия еврейского народа. Я это чувствовал очень хорошо. И там, и здесь. И потихоньку, помаленьку стал интересоваться иудаизмом. То есть, где-то 30 лет назад ты приехал в Америку. У нас было сколько там? Пять человек, русских мальчиков, которые интересовались иудаизмом во всем Нью-Йорке. Ты стал нас учить. Между прочим, первое, что ты нас учил, это была Мишна Сука. Это первое, что мы учили. Поэтому очень своевременно сейчас, после 30 лет, говорить о Сукоке. Ты знаешь, кстати, еще почему своевременно? Потому что это единственная заповедь, которую человек может выполнить всем телом. И она, по сути, является символом земли Израиля. Нужно жить в шалаше. И это генеральная репетиция нашей жизни в Израиле. Окей. Файн. Хорошо. Для меня Сука немножко другое. Окей? Я тебе скажу, что сказал мой учитель, которому я сказал после 20 лет, вдруг я понял, о чем ты говоришь. После 20 лет я понял, о чем он говорит. Он сказал следующее. Он сказал, что Сука – это приспособление соединения со Всевышним во время сотворения мира. Почему? Потому что мы знаем, что халаха, что закон говорит, что дождь должен попадать в Суку. Сука, по идее, стоит на земле. Мы сейчас, конечно, все ставим на балконах. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Окей? Но у меня в Феллоне, в Нью-Джойзе, стоит во дворе, на земле, на траве. Окей? Дождь попадает сверху, роса выступает на траве снизу. Соединение вот сверху и снизу. Всевышний создает мир, он разъединяет все. В Суке, когда мы входим, мы соединяем, мы приходим к Всевышнему. И тогда мы понимаем, что аноним хаковод прямо там стоят. У нас получается мешкан. То есть мы можем сделать ассоциацию какую угодно. Для меня ассоциация, я вхожу в Суку, я вхожу, я получаю близость к Богу. Вот для какая у меня ассоциация. Вот для... у каждого свое. Для меня это вот так. И самое приятное для меня было, когда я был в Иршиве в университете, все русские мальчики, потому что я был старостой класса. Мне было... сколько мне было? 20 лет назад мне было 43. Я был с 18-летними, 20-летними ребятами в Иршиве в университете. Они у меня все штабелями были в Суке лежали. Вот это для меня было очень приятно, потому что у меня было много народу в Суке. И присутствие Всевышнего у меня было там не только из-за воды. Кроме всего прочего, мы его откупили в Суке. Это тоже вода. Еврейский народ в Суке. Вот и все. Скажи мне, а вот представь себе, Илья, представь себе, нас слушают обычные нормальные евреи, евреи, у которых крыша еще не поехала. И вот они говорят, ты знаешь, я вот приходил в синагогу посмотреть, захожу, они берут какие-то книжки, что-то встают, что-то смотрят туда, что-то читают. Я так посмотрел, открыл, не знаю, с какой стороны открывать. И вот так вот я пришел и ушел. И честно говоря, не знаю, что мне там делать. Нечего там делать. А что делать? А что же делать? Там вам нет. Подожди, но человек же приходит в синагогу, он приходит к себе домой. Он хочет прийти к... Я в Москве, например, пытался найти свой путь домой в синагоге. И там познакомился с ребятами, и там началась моя, так сказать, сионистская деятельность. Ты, наверное, в Ленинграде тоже искал. Но вот и люди приходят в синагогу, они ищут пути домой или путь домой. Что же им делать? Как его искать? У разных людей разный путь. Я искал путь к еврейству в Ленинграде, но меня Всевышний не пускал. Как только я находил какую-то команду, которая там учила еврит, сразу или ее разгоняли, или у меня не было времени, потому что я делал деньги где-то. Когда я пришел в синагогу, мне тоже ничего не понравилось. Меня стали учить какой-то халоймас. Я ничего не понимал, что меня учат. Люди не знают. Большинство людей не знают, как общаться с болшовыми, не знают, как общаться с русскими болчовыми. Потому что у нас абсолютно другое мышление, и у нас другой бэкграунд. То есть, в принципе, мне очень повезло. Я всегда стремился к еврейству. Я не отпустил это дело. То есть, даже несмотря на то, что мне не нравилось то, что мне объясняют, то, что я не хотел. Но Всевышний дал мне маленькую зацепку. Он меня познакомил в баропарке с маленьким евреем, которого звали Раба и Пастернак, который вышел из Польши, который прошел лагеря и после Сибири убежал из Советского Союза в Америку. Этот маленький человек женил меня. Вернее, как? Я сам женился, но он делал мне хупу-хупу. Этот маленький человек был с таким большой силой воли и с таким характером и с такой любовью относился к евреям, что просто в его присутствии было хорошо. Я к нему стал ходить в синагогу. В синагогу, честно говоря, это не была моя синагога. Я не понимал, что там происходит. Мне ничего не объясняли. Я знал, что мне надо прийти. И вот этот Раба, который говорил по-русски, который меня, в принципе, курировал в какой-то степени, хотя он мне ничего не учил. Он просто был там для меня, как человек. Я к нему ходил. В этой синагоге молился Раба Мария Каплан. К сожалению, я пришел в эту синагогу, когда он уже был нифтер. Через шесть месяцев, после как он скончался. Но его семья там была. Поэтому я сразу о нем узнал. Как только я о нем узнал, и там считали его тоже немножко ку-ку. Потому что в то время он писал о вещах, о которых не писали люди. Я открыл его книги, и все. Я сказал, вот это я хочу. Для кого-то дверь открывается за счет Танаха. Или археологии. Или лингвистики. Для кого-то дверь открывается за счет логики Танаха. Логики Талмуда. Для кого-то дверь открывается просто, потому что вот они чувствуют, что вот это им надо. Для меня дверь открылась, потому что я всегда хотел, понял после этого, что для меня надо было открывать мистическую дверь. Если кто-то смотрел фильм Матриц, Матрица по-русски, то в последней Матрице там есть ки-кипер, человек, у которого есть ключи. Такой маленький китайец, который бегает, открывает двери. Для того, чтобы попасть куда-то. Если у нас есть терпение, есть желание, мы найдем человека, который откроет нам правильную дверь. Но в основном эта дверь сама не открывается. Мы должны очень редко мы попадаем в правильную дверь с самого начала. Мне открылась правильная дверь после многих попыток. то есть когда я увидел книги Ария Каплана, мне много не надо было. Я увидел Мяам Луэс, это само по себе 20 томов, это можно читать всю жизнь. Я увидел Сейфа и ЦРА, все. После Сейфа и ЦРА я уже ничего не хотел читать. И до сих пор дай мне Сейфа и ЦРУ, я больше ничего не хочу. Сейфа и ЦРУ.